Если вы хотите переехать в Европу, но не знаете, к кому обратиться по поводу легализации, то вы попали на нужный вам канал. Наши специалисты в области иммиграции помогут вам оформить любые документы в Европе. Это может быть студенческая венжи, рабочая венжи, воссоединение семьи. Также вы можете обратиться к нам по таким вопросам, как оформление шенгенской визы, страхование, аренда и покупка жилья. По любым волнующим вас вопросам по переезду в Евросоюз, вы можете обращаться по ниже указанному номеру телефона. Все консультации проводятся абсолютно бесплатно. Сундук Тревел желает вам легкой и успешной иммиграции. Ребята, ребята, всем привет! Мы решили заснять еще одно видео. Очень интересное. Скажи, какие вопросы ты будешь задавать? Всем доброго дня! Привет, привет! Мы находимся в Любляне, Словении, столице Словении. И всем желаю отличного дня! По поводу вопросов будем задавать вопрос для местных, для словенцев. Знают ли они такие национальности, как башкиры и татары? Субтитры создавал DimaTorzok Пойди у молодежи спроси, а то сейчас камеры вдруг напугаются, убегут. Сначала спроси, можно ли задать им вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Простите, дабы вас мотим, а вы живете только у Словении? Да. А има такшного прошанья за нас, за Нима, у Руси има такшные люди, башкиры и татары. То вы ведаете за то, дабы им такшные народности, такшное державлянство? Да, одна из девушек, на удивление, на мое удивление, она прекрасно знает, что в России есть такие народности, как башкиры и татары. Она это знает, она знает, что это небольшие народности, но, к сожалению, на этом все, особо больше про эти народности рассказать ничего не может. И за это извиняется, но я считаю, что, в принципе, наверное, она не должна особо много знать. Самое главное, что они вообще знают, что существует такая народность. Да, пойдем у кого-нибудь постарше спросим вообще, знают ли они про башкиры и татар. Да, пойдем. Красивая улочка, да, Анют? Ну вот смотри, опять вот эта вот наскальная живопись, разрисовали все. А ты как сама относишься к тому, что вот так вот разрисовано все? Ну, мне нет, мне не нравится. Я люблю красивые картины, я люблю красивую живопись, но я считаю, что для данной живописи должны быть отведены определенные места. Да, даже это будет, наверное, лучше, если это где-то будет какая-то галерея, либо какое-то здание, где на холстах люди будут отображать свое творчество. Ну, а что касается на домах, на помещениях, то есть рисовать на домах, ну нет, это... Такая культура мне не близка. Ты против? Мне нравится, я против. Да, но ты удивилась, да, что девчонка знает вот такие башкирые татары? Да, я удивилась, причем девушка довольно молодая, и несмотря на это все-таки знает историю России хотя бы в какой-то степени. Училась в школе? Да. Искурила букварь, ребят. О, какой идет, смотри, мужчина. Давай мы его сейчас немножко порасспрашиваем, знает ли он башкирый татар. В машину. Добрый день, господ. А простите, дабы вас мочим, за нас има таксно, за нима таксно упрашание. У Руси има различные народности, различные люди. Има татары, има башкиры. А вы то ведаете, что у Руси има различная разлика державлянства? Что има башкиры, татары, русские? Вем, да их ешел велико већ. Вем туд, да је Руска Федерација имела наймогочнейшо заложбо плош. Вем, да сте поснели тем этничним скуплинам найбоготейшо залого этнографскег гласбенега градива. А, то супер, да, то супер. Да, и таксно рано при этнографскем музеју. Ви сте архивирали, мислям, Руси је архивирала. Да. Культурно дедешчино тех народов зело згледно. Да. Зело згледно. А какшен, господ, за вас, вот здај, тако, от 2022, такшно тежка ситуација мед Русија и Украјни заради војни. Спременил се ли от вас относ до русских лѓи али до украјинца? Не гре за ириски лѓи али украјинске лѓи, јас имам пријателје на обеј страни. Гре за то, да је треба завзети сталијће до агресије. Лепше, хвала вам, господ, хвала вам, леп ден, на сведе. Конечно, всегда очень приятно общаться со славинцами, мне кажется, любого возраста. Они очень такие приятные, веселые люди, доброжелательные. Повторю, еще, наверное, миллион раз. Просто сейчас подошла к мужчине и он говорит все то же самое, что говорила девушка, что говорила до этого женщина, что говорил до этого пожилой мужчина. Такое ощущение, что они где-то прослушали одинаковую информацию и все ее выдают. Вот складывается такое впечатление. Он тоже, этот мужчина, говорит, что мне неважно, откуда приехал человек, какой он национальности. Русский он, украинец, белорус либо китаец, это абсолютно неважно. Он говорит, я против войны, конечно, я испытываю негатив к политике, к власти, к российской. К тому, что выдвигается агрессия в сторону Украины, что происходит война. Войну нужно прекратить, поставить точку, сделать так, чтобы люди не погибали, чтобы не умирали невинные люди. Но, несмотря на это, к русским, к украинцам и ко всем остальным он относится абсолютно позитивно, доброжелательно и даже, наверное, не то, что с жалостью, а с желанием помочь. С желанием поддержать и помочь этих людей, которые приехали. И он сказал, что войны, к сожалению, происходят во многих странах, но вообще Словения никогда не одобряла никакой войны. Слушай, Анют, раз мы тут оказались, по-моему, это дом престарелых, да, в центре находится? Это дом престарелых, да. Дом пожилого человека. Как тут в Словении это говорят? Упокоенцев? Дом упокоенцев. А, дом упокоенцев. Дом упокоенцев. Данные дома в Словении очень хорошо оборудованы. К сожалению, внутри этих домов нельзя производить видеосъемку. На каждого Словенца выделяется социальная помощь, питание, одежда. Каждому выделяется свое помещение. Если необходимо, коляски, либо какие-то специализированные аппараты для астматиков, специальные дыхательные аппараты. То есть этим всем Словения оснащена и старается о пенсионерах очень хорошо позаботиться и защитить их от того, чтобы они были одни. Какая сегодня средняя пенсия? Минимальный прожиточный минимум 460, да? 470. 460. Да, 470. И получается, пенсия сегодня минималка, по-моему, 500, 600, сколько? 650 евро. 650. На сегодняшний день минимальная пенсия на каждого пенсионера 650 евро. Но вот, допустим, у нас есть знакомый пенсионер Канада, да? Она отработала в банке всю жизнь простым работником. У нее пенсия на сегодняшний день 890, около 900 евро, да? Да, в таких пределах. Ну, в подробностях точно мы не заглядывали. Да. Но со слов, да, в таких пределах. Ну что, Анют, будем заканчивать это видео. К сожалению, сегодня некому камеру держать, кроме меня самого. Ну, поэтому Анна попрощается за нас двоих с вами, дорогие друзья. Дорогие. Мы находимся в стандартном квартале. Вот детские площадки, да? Вот эти спальни. Ну, обратите внимание, все чисто, все чисто. Все зелено. Да. Очень зелено, красивая природа. Сделана небольшая детская площадка, да, нету большого количества каруселей, качелей. Но в то же время так уютно, по-домашнему, как я всегда говорю. И мы хотели бы попрощаться с вами, дорогие телезрители, зрители, друзья, знакомые. Сегодня мы хотели немножко просто позадавать вопросы славянцам об ихнем отношении к русским, к украинцам в связи с войной. Это видео про башкиры-татар было. Да. И узнать, знают ли в Словении про башкиры-татар. Но я говорю всегда... Короче, концовка будет к двум видео одна и та же. Всегда мне интересно, что с каким бы вопросом к словенцу не подошел, словенец всегда ответит так, что вот как-то на душе тепло, приятно, как-то на душе становится по-домашнему. Вот это основная особенность Словении. Не зря же говорят, что в Евросоюзе Словения является самой дружелюбной и уютной державой, страной из всех остальных. Поэтому, дорогие друзья, приезжайте, пишите, звоните, задавайте вопросы, иммигрируйте в Словению и просто приезжайте отдыхать, кто хочет жить в своей стране. И самое главное, что я вам желаю, чтобы вокруг вас были тоже всегда добрые, веселые и такие приятные люди, которые бы приносили вам улыбки. Всем пока-пока, подписывайтесь, ставьте жирные лайки, подписывайтесь, переходите на ссылку на наши контакты, обращайтесь, пишите, звоните, задавайте вопросы, задавайте темы для видео. И, конечно же, оставайтесь всегда в гармонии с самим собой. И когда вокруг вас позитив, то и внутри вас тоже будет позитив. Желаю всем прекрасного дня. Пока-пока, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok